Всем привет, дамы и господа, с вами Лакмус и я представляю вам новый цикл роликов, посвященные прохождению игры GTA Vice City, как вы можете видеть. Собственно говоря, к чему это я? Я решил немножко отдохнуть, отвлечься от жанра RPG и попробовать что-нибудь новенькое. Честно сказать, записывать прохождение вот этой игры довольно сложно оказалось, и это не первая моя попытка записать даже первый эпизод. Почему именно Vice City? Я вообще очень люблю серию игр GTA, играл во все игры, начиная с третьей. Я, можно сказать, поклонник этой серии, но именно Vice City я выбрал прежде всего потому, что это наиболее атмосферная игра, на мой взгляд, из всей серии. Кроме того, события игры предваряют действия, описанные в GTA 3, в San Andreas и, естественно, в GTA 4. Ну и, что еще сказать? Игру я установил официально через Steam, поставил на нее поверх Steam версии перевод от 1С. Уже посмотрел, так довольно неплохо сделано. Буду записывать прохождение отличное от того, что выкладывается в большинстве случаев на YouTube, то есть по миссиям. Я буду проходить несколько по-другому. Частично буду комментировать сразу по ходу игры, частично буду накладывать комментарии уже на отснятый ролик, в зависимости от миссии. Также, что еще сказать? 100% прохождение обещать не могу, пока что я к этому не стремлюсь, но, возможно, если у меня получится, если я поднапрягусь, будет 100% прохождение, но не факт. Обещать не буду. Собственно говоря, давайте начнем. Давайте сначала коснемся настроек немножко. Настройки экрана. У меня стоит разрешение 1280 на 720. Остальные настройки вы можете видеть. Ничего тут особо мудрого нет. И настройки управления. Кто интересуется, может посмотреть. Я использую вот такие вот настройки. Прежде всего, я изменил вот эти вот клавиши. Пока что меня это удовлетворяет. Возможно, в последующем я эти кнопки изменю. Остальное практически все здесь по умолчанию. Особо сильно я ничего не менял. Давайте начнем новую игру. И посмотрим заставку. Субтитры сделал DimaTorzok. Кем Розенбург. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Кем Розенбург. Субтитры сделал DimaTorzok. Кем Розенбург. Кем Розенбург. Субтитры сделал DimaTorzok. Кем Розенбург. К Юрии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Которого мы видели в заставке Освободившись он оказался невостребован У старых друзей И Сони направила его В Vice City Чтобы нагреть В последующем на этом руки И наш персонаж сразу же Влипает в неприятную историю Как мы видим Ни денег, ни наркотиков И теперь нам предстоит распутывать Эту запутанную историю Искать Кто же кинул Томми Я конечно знаю, кто это сделал Но пока что не буду рассказывать На первых порах нам будет помогать Кен Розенберг Это такой адвокат на службе у мафии Персонаж довольно забавный Встречается в последующих Играх серии По-моему в Сан-Андреасе Может быть еще где-то И сейчас я направляюсь В местный отель Где будет Мое первое логово Действие игры происходит В 80-х годах Как видим Место действия Флорида Калифорния Многие Как бы Декорации игры Списаны с реальных Американских городов И также в игре имеются Множественные отсылки К фильму К примеру Лицо со шрамом И сам наш персонаж Томми Версетти Это такой Вернее Прообразом послужил Именно персонаж Из фильма Лицо со шрамом Тони Монтана Персонаж Лично мне Не симпатичен Не тот Тони Не Томми Версетти Но Он и не должен быть симпатичным Это такой мафиози Довольно брутальный И Беспредежит По сути Беспредежит 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 Какой добрый дядя Сони Форелли Любезно согласился Предоставить нам возможность Отработать долг Давайте заглянем в свой номер Это в принципе не обязательно Просто хочу его показать Пока что обстановочка Довольно таки Спартанская Но по ходу прохождения сюжета Интерьер будет меняться Также здесь будет появляться оружие Которое мы получим За нахождение Секретных Статуэток Статуэтку я буду искать В ближайшее время То есть я займусь этим До прохождения Начала прохождения сюжета Сейчас Наша задача Сделать первый сейв Здесь я немножко уже захоронялся Потому что Тестировал Перевод И вообще Сматривался Вспоминал Ну для начала Давайте пройдем первую миссию Собственно говоря Поскольку мы в ГТА Самое первое Что мы должны сделать Это кого-нибудь замочить Я забыл совсем об этом Расслабился Играю в Моровинт Вот здесь полиция Пали в жесточайшем Давайте какого-нибудь Толстячка замочим Вот этого Например Это не нравится Он не портит Всю обстановку Мы заработали Свои первые Кровавые 59 баксов Вот это тоже Мне не нравится О, это Албушинэнг 471 доллар Мы заработали И нужно Отправиться В офис Розенберга Чтобы Так сказать Начать Распутывать Всю эту историю Я буду некоторые места Вырезать Особенно Какие вот Длинные поездки Показывать их Никакого смысла нет Радио я пока выключил Постараюсь Постараюсь Не бить машины Без нужды Возможно Придется Радио Перезаписывать Некоторые миссии По нескольку раз Но так Интереснее Смотреть На мой взгляд Чем ездить На битой Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Что ж Оставим Розенберга Менять себе Подгузники В офисе И направимся Переодеваться Хотя мне текущески Нравится больше Чем тот Который Мы получим И нам предстоит посетить, как мы уже поняли, вечеринку на яхте. Розенберг дал нам наводку на очередного, вернее, первого из долгой череды мафиози Vice City. Давайте оденем одежду, я потом позже расскажу. Такой вот получился у нас чувачок. И разработчики отчаянно намекают на то, чтобы мы сели на мотоцикл, но это делать необязательно. Мы поедем на своей старой машине. Так вот, нам предстоит знакомство с неким Хуаном Гарсия Кортезом. Местным таким мафиози, отставным полковником. Сфера его интересов торговли наркотиками и военными секретами. Наркотиками, оружием и военными секретами. Он проводит у себя вечеринку, на которой мы познакомимся с основными воротилами Vice City. Персонаж тоже довольно-таки не симпатичный. Вообще, Vice City это одна из таких уникальных игр, в которых нет практически ни одного положительного персонажа. Я, по крайней мере, таких не знаю. Просад. 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 Я понимаю, что вы здесь по-производству с М. Розенберг. Я надеюсь, что какие-какии проблемы не уничтожили не вредить его здоровьем или здоровье. Брассетти. Он просто улучшил него горфобия. Хорошо. И ты? Я просто хочу мой мерчандise. Ах, это неплохо сетя ситуациями. Для всех involved. Конечно, я имею в виду свою личность в inquiry. Но such a delicate matter will take time. Perhaps мы поговорим later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Мистедис! Карамия, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Конечно, доти. Please, excuse me. Мерседис? You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our congressman, Alex Shrubb, with rising silicone star, Candy Sox. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime music. And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Lovefest. Can I tell you? Do you know how they play ping-pong? It's silence. Let me tell you. It does not involve a faddle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland, is Papa's right-hand gimp, Gonzales. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. throws a passion with the nuclear invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Ha, now, you never saw anything like that before. Colonel! Your party deserves a triumph. Ha, 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 ha. I can only apologize. No, de nada, amigo. How do we find you? Our business is very tried. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loud mouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Co. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's get out of here. Actually, they take me to the poor position. Drinks. Ну, и Томми тут же снял местную деваху. Такая шлюховатая красотка. Давайте накажем ее за развратное поведение. В будущем. Вот так вот. И прежде чем мы поедем куда-либо, давайте вот здесь вот возьмем пистолетик. Нам он пока не пригодится, но на всякий случай. Так. Вот так вот заберемся. Отлично, 17 пуль. И выберем машину. Ну, я выберу вот эту вот спортивную тачку. Мы на вечеринке познакомились с остальными. Ты работаешь за моего папа? Может. Ты смешиваешь мне, расслабляя мою руку в твоей лапе? Может. Действительно, удачи нам еще и вешается нам на шею, после того, как мы надавали ей по рогам. Как-то это странно. Вот и наша задача сейчас отвезти ее в клуб с сомнительным названием Пол Позишн. Что она там будет делать, я, честно говоря, не знаю, но догадываюсь. Денег-то у нее нет. Конечно, увидимся. Вот мы заработали свои первые относительно обучения сто сто баксов. Нужно отправиться назад в гостиницу, чтобы сохранить игру. Ну, и я думаю, что на этом первый эпизод такой, скажем так, тестовый, что я закончил. Ожидаю я, конечно, комментариев, каких-то пожеланий, потому как дело это для нас новое, неосвоенное. Прежде чем сохраниться, я вот по традиции замочу какого-нибудь чувака. Вот этого плоховатого. Денег у него почему-то нет. Вот этого давайте замочим. Скотина, он трус. Сбежал. Шлюхи, шлюхи, шлюхи. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Она сопротивляется, ты, посмотри, что. Денег у нее тоже нет. Да что ж такое-то? А ты? Сразу двоих замочил Томми. И у нас уже 600 баксов. Полиции нет. Дамы и господа. Скорую помощь отрогать не буду. Все-таки коллеги. Куда же ты убегаешь, шлюшка? Ну, стоять. Томми еще никто так просто не уходил. Ну и все, пожалуй, на этом. Ну что ж, первая серия закончена. Я бегу сохраняться. 600 баксов мы выбили с местных горожан. На этом на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok